шикарно он стреляет а сборка была или это секрет нет братан сборки еще не было но это не секрет она как обычно будет в конце видоса всем здорово мужики когда а макс появился в нашей игре я не настолько плотно занимался ютубом поэтому ни одного ролика посвященного этой пушки у меня нет сегодня я хочу исправить эту ситуацию тем более а макс сейчас стал валяться на полу и какой-никакой интерес к себе подогрел поэтому же прямо сейчас я купил боевой пропуск того сезона поставил модного водолаза и снабдил мой кэр вот таким мужским скином представим что а макс только появился в call of duty и начнем его обозревать приятного просмотра внимание внимание рекламная интеграция активижен заблокировали все способы оплаты и ты просто не знаешь как купить игровую валюту серёга со своим магазином сипи донат решит все твои проблемы нужны сипи пожалуйста нужно прокачка камуфляжей на твоем аккаунте пожалуйста серёга со своей команды даже индийский аккаунт для тебя может создать переходи по ссылке в закрепе его телеграм-канал и не бойся тратить свой на потому что ромчик плохого никогда не посоветую начать хочу сразу с козырей почему вообще я решил обратить внимание на макс после моего ролика про килла в комментариях люди начали сравнивать его именно с а максом и говорить что у него урон больше чем у демонического друга этот факт меня очень заинтересовал и я решил в этом убедиться самостоятельно таблица которую предоставляет нам игра говорит о том что эта информация не очень-то и правдивая базовый урон кила на трех участках выше чем у а макса на одну единицу но если мы копнем чуть глубже и зайдем в подробный разбор урона то картинка кардинально поменяется а макс на первых трех участках выигрывает у кила по всем показателям дамага и достигается это за счет более лучших множителей урона также а макс превосходит кила по скорострельности да возможно разница между уроном и скорострельностью не такая уж у них и большая но она есть как вы знаете эти два показателя прямиком влияет на ттк время убийства и на данном этапе будет логичнее всего узнать насколько сильно а макс выигрывает у кила в этом компоненте прошу любите жаловать михаил иванович здравствуйте уважаемые я читаю каждый ваш комментарий и благодарю вас за всю любовь которую вы мне посылаете конечно я бы был больше рад крепкой охоте а макс убивает быстрее на чуть-чуть эксперимент профессора ивановича показал что и в ттк разница не такая уж и большая однако если мы возьмем например спрей точно в грудь то а максу понадобится на один патрон меньше но я думаю вы сами понимаете каковы шансы на такой залет легче поучаствовать в передаче поле чудес и выиграть автомобиль чем надеяться на нашу регистрацию развивая тему сравнение этих двух ганов стоит отметить что укр всего лишь три участка падения урона когда у кило их целых четыре и как мы помним на всех этих трех участках а макс чуть превосходит кило в плане убийства своих противников закончить эту часть хочется тем что у кило есть преимущество в плане подвижности и контроля отдачи рисунок у кило чуть проще и зажимать с него на дальние расстояния соответственно тоже что дает ему преимущество в этом аспекте даже несмотря на значительное падение урона ну и конечно же не будем забывать про наличие мифического чертежа который придает оружие комфорт со сравнением закончим и поговорим теперь про макс как про отдельную единицу кр-56 это отличная штурмовая винтовка которая обладает хорошей точностью в прицеле хорошим уроном и великолепный рынжой первый отрезок у него заканчивается только на 25 метрах а второй держится до 56 именно эти два участка и являются основными для использования макса как я и говорил ранее дальше могут появляться проблемы с контролем отдачи особенно если вы поставили вот этот скин не нужно его ставить мне намного больше зашел какой-то рандомный фиолетовый у скина из бп с которым я играю в этом видео больше визуальная дача и при подкате прыжке вылезает огромная блямба на пол экрана кстати вспомнил еще одну хорошую черту а макса его мушка в дефолтном варианте если ее сравнить с мушками кило или крига то она вообще песня поэтому для плотного нагиба кр не требует от вас вливание тысяч сипи это кайф из минусов которые я успел заметить это конечно же подвижность а макс тяжелый да это конечно еще зависит от сборки которые вы соберете но если мы возьмем адекватную вариацию или же обычная макс пола он тяжеловат но является ли это минусом для штурмовой винтовки сейчас пошла мода на всякие м13 фары криги и все стали забывать как должна играться настоящая шв геймплей с шв не требует от вас врыва на лица противников для этого в нашем распоряжении имеются дробовики и ппшки геймплей с шв это больше про настрел и как мне кажется тут важнее будет точность и стабильность вашего железного коня как мы выяснили по ходу видео с этим проблем у амакса нету а все это благодаря моей сборочки которую я специально для вас подготовил для большей эффективности я воткнул в него монолитный глушитель и особый длинный ствол миг я кстати очень удивился что ствол на ранжу у него всего один прикладом атака на своих правилах я скорректировал а им панч и накинул ему кучности стрельбы в прицеле при помощи лазера улучшил скорость прицеливания и снова накинул точности ну и зафиналил я все это магазином на 40 патронов потому что точности как мне показалось уже достаточно а еще больше утяжелять сборку рукояткой я не хотел поэтому целиком и полностью мой амак сейчас на ваших экранах я надеюсь тебе понравилось это видео сегодня это был не простой обзор на амакс а золотой решил я добавить крупицу сравнения если тебе эта тема понравилась дай знать мне об этом в комментариях и кто знает возможно я выпущу полное видео где сравниваю м13 и ffr как обычно с тебя лайк и подписка а с меня качественная работа мы скоро с тобой услышимся пока мой дорогой друг